С 1 января 2017 года за коммунальные услуги можно будет не платить. Юридически такая возможность появится у тех граждан, чья квитанция не появится в государственной информационной системе ЖКХ. Так называемая ГИЗа работала в России с 1 июля. Проверить свои данные можно на специальном сайте. Самарская область в этом отношении включена в пилотный проект. Мы участвуем и у нас уже идет опытная эксплуатация этой системы. То есть у нас подписано соглашение и в соответствии с этим соглашением мы уже вносим данные. Вернее мы как это управляющая компания, ресурсоснабжающая организация вносит данные. Любой собственник, если он обратится в эту систему ГИЗа ЖКХ и не увидит там квитанции на оплату жилищных коммунальных услуг, то он может не платить эти деньги до тех пор, пока эта квитанция не появится. Между тем есть и другая точка зрения. Дело в том, что банки, управляющие компанией, Минкомсвязи и Минстрой пока не могут договориться, кто именно должен вносить в базу данных информацию об оплате коммунальных платежей. По мнению ряда аналитиков, если переговоры затянутся, то гражданам, не учтенным в системе, будут начисляться пени. По данным Росстата, объем платежей населения за ЖКХ за год превышает 1 триллион рублей. Так что сумму возможных штрафов впечатляют. Впрочем, в первую очередь под удар могут попасть сами организации ЖКХ. Эта информация будет касаться любой квартиры, любого жителя, который проживает в этой квартире. Начиная от состояния дома, года его постройки, последнего плана, последнего текущего капитального ремонта, и заканчивая квитанцией за услуги. Единственное, что там нету, это квитанции ежемесячных платежных документов, которые по ГИСу должны быть там размещены. На сегодняшний день в Самарской области только половина управляющих компаний внесла в систему ГИС ЖКХ свои данные. Отстающих к Новому году ждут штрафы, которые могут исчисляться сотнями тысяч рублей.